Продолжение следует... Продолжение следует... Президент Федерации профессионального бокса Абхазии Кардиоглы Альберт, представитель промоутерской компании СКВ «Боксинг» Костенко Василий, исполнительный директор Федерации профессионального бокса Абхазии Карди Тимур, боксеры Чежия Батал и Адлий Бах-Игорь. Продолжение следует... 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 которые привезли сюда боксера, боксировать английского, Лютер Клей. Идея была такая, что спортные политики, и независимо, что в политике сейчас есть страны, которые не признали Абхазию, но в спорте нет ни границ, никаких ограничений. Поэтому вот у нас будет 9 боев, все будут очень зрелищные. И забыл упомянуть, страна такая еще и Сербия, будет девочка, приедет из Сербии, Ксения Радич. Так что в эту программу мы включаем еще и один из женских боев. Так что Абхазия встречает. А скажите, пожалуйста, какое общее количество участников? Общее количество это 9 пар боксеров. 9 пар. Дорогие коллеги, есть вопросы? У меня вопрос. Я хотела бы спросить у мальчиков, как проходили ваши занятия? У нас сбор проходил. Тут нам тренер очень опытный, квалифицированный приехал. Геннадий Гордиенко со своим братом. Ну, 6 недель проходил сбор, было очень тяжело, много чего научились, было очень интересно. Мы закончили, остались последние штрафи к нашей подготовке, подвести вес и все, мы готовы к сбору. Игорь, насколько я знаю, это твой дебютный матч. Как ты к нему готовишься эмоционально, психологически? Насколько ты настроен? Расскажи, пожалуйста. Я настроен на все 100%. Я выхожу выигрывать, а то смысла нету боксировать вообще. Есть какие-то опасения, конечно же, это бокс, там все возможно, но я очень буду стараться выиграть. Я тренировался очень хорошо, у меня отличная прошла подготовка. Я готов, ринг покажет все. Как давно в боксе? Ну, в любительском боксе я с 9 лет тренировался, боксировал, но сейчас профессиональный бокс я перешел буквально недавно. Мой первый дебютный ботч, трехраундовый, будет трейтинговый. Я не знаю, как дальше все пойдет, но я очень стараюсь, хочу, чтобы все было отлично. Замечательно. Коллеги, есть вопросы? Доменко Салан, Записан Пресс. Расскажите немножко о ваших соперниках, пожалуйста, чтобы мы знали. И как вы оцениваете свои шансы вообще? Я боксирую с соперником в Узбекистане, в Симпанадсе, да? С Узбекистана такой же профессиональный боксер, как я, чуть поопытнее, но ничего особого. Мы готовились так же, как они, наверное, может лучше, но не хуже точно. Выедем в ринг, а там ринг покажет. Привет. Спасу ситуацию. Помогу Баталу. Значит, соперник из Узбекистана, действительно, да, сейчас живет и тренируется в Москве. Вот, Иззад Ибрагимов его зовут. Очень опытный соперник, провел очень много боев. На самом деле бой будет еще и титульный для Батала за пояс чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала про бокс, который здесь представлен. Поэтому работа команды была сделана очень большая. Вложили все очень много сил. Все-таки шесть недель подготовки не пройдут даром. И тренерский состав, и организаторы сделали все, чтобы в Абхазии не только случился этот турнир, но и случилась победа Батала над своим соперником, ну и также Игоря Адлинга. Спасибо за ответ. Коллеги? У меня вопрос к вам, к организаторам. Скажите, пожалуйста, чем этот турнир отличается от обычных турниров, так скажем? Большая реклама, мы все наблюдаем и в соцсетях, и в СМИ, и так далее. Ну вот обычному зрителю, расскажите, пожалуйста, в чем особенности его? Чем отличается этот турнир от других? Будут какие-либо неожиданные сюрпризы, например? Ну, во-первых, мы постарались и будем еще стараться, у нас остались несколько дней для того, чтобы сделать настоящее хорошее шоу. Да, шоу будет именно профессионального бокса. В Абхазии мы знаем, что такого никогда не было, это в первый раз, вот такое будет событие. Оно отличается кардинально от всех других, допустим, любительских, да, каких-то поединков, которые у нас когда-то были в Абхазии, потому что это немножко как бы более профессионально, и здесь будет именно как шоу боксерское, профессиональное боксерское шоу, будем стараться выводить его на такой хороший уровень. Вот, ну это на самом деле работа всей большой команды, и промоушена, и федерации, и вот всех. Ну и ребята, естественно, готовятся к своим боям за титул, за дебют. Очень много людей задействовано в этом мероприятии, поэтому ответственность большая. И, как вы сказали, рекламная компания работает, потому что профессиональный бокс, он этим и славится, что у него большая реклама, что боксеры поднимаются на пьедестал рейтинга. Поэтому зрелищности, там, то есть, ну, профессиональный бокс, он говорит о том, что он на самом деле, это зрелищность, это, знаю, имя, это, ну, наверное, кто знает, что такое бокс профессиональный, тот, наверное, понимает, о чем я говорю, поэтому, тем более, а то, что еще касается, вот просто перейду на другое, что это в Абхазии, поэтому и ребятам тоже стены помогают, как бы у них будет хорошая поддержка, они в этом даже не сомневаются, потому что у нас уже практически зал вес забит, и будет проходить в банкетном зале «Обрылыш». Это тоже впервые там такого рода мероприятия, мы постарались сделать это все на хорошем уровне. То есть, ну, я думаю, что кто нас слышит сегодня и кто знает об этом, он обязательно придет и получит хорошее удовольствие от увиденного, потому что это на самом деле зрелищно. Зрелищно и, как говорится, посмотрим. Этим мероприятием в Абхазии непосредственно занимается ваша федерация, федерация бокса. Организатор, да. Да, да. Расскажите, пожалуйста, какие успехи у вашей федерации, какие сложности возникают в работе, какую работу ведете вы непосредственно? Ну, работа, задача федерации – это найти боксеров абхазских, наших боксеров, которых мы можем в дальнейшем продвигать на хороший уровень. Сложности, они, конечно, везде есть. Не только, допустим, в организации, и во всех отношениях есть сложности. Ну, у нас есть партнеры, с кем мы общаемся. Вот СКВ-боксинг, где нам дают поддержку, как вот Василий сказал, что этот уровень нам дает для популяризации, для вообще европейского видения, как-то, чтобы мы вышли на тот уровень, где нас уже увидят, где нас услышат. То есть очень большую, как бы, играет роль федерация. Сегодня работает, она работает с 2012 года, в плотную. И вот мы сегодня вышли на такой уровень, где вот наши абхазские боксеры, вот Чежа и Аглиба, показывают рейтинг. И это рейтинг мировой, правильно же я говорю, Василий? Мировой, где у них рекордсы, вот так будем говорить, в их рейтинге, они состоят в мировом рейтинге, вот как будем так говорить. И любой может зайти сегодня посмотреть в интернете, там фамилию наберет, и наберет его рекорд, и там все про них сказано. Так получается, все зависит от результатов, которые они показывают все это время. И именно по этим принципам и критериям подбираются, например, участники для таких шоу, для таких турниров. Вы имеете в виду спортсмены? Да. У нас в Абхазии есть порядка 10 боксеров, которые могут сегодня боксировать на профессиональном уровне. Ну, федерация как раз таки занимается отбором. То есть мы анализируем, смотрим, мы знаем их результаты, какие были, что они могут добиться. Ну, у нас работает команда, помимо федерации есть тренерский состав, который отбирает, который видит, какие у них могут быть успехи, и как они вообще, как они к этому... Спортсмены имеют право отказаться от турнира? Только не 19-го. А так, конечно, у них есть соглашение, контракт и соглашение, там все прописано. Вот, когда уже подписан контракт и тоже соглашение, тогда он уже не может, не имеет права отказаться. Вот тогда до соглашения или заключения, тогда он еще может думать. Так что у них, конечно, задача поставлена очень серьезно, потому что уровень сам по себе говорит о том, что это не просто так пришел, как попало, выступил и ушел. У них есть обязанности, у них есть своя цель, то есть мы им в этом помогаем. Федерация помогает им реализоваться. И тут же возникает вопрос к вам, ребята, как вы приняли предложение, данное предложение? Вы сразу согласились или все-таки обдумывали? К данному бою согласился сразу. Мне каждый раз дается шанс провоксировать за титул. Я давно этого хотел, и вот дали такой шанс, и я сразу согласился. А ты играл? Ну, я репетирую, так что я давно хотел. Просто никак не мог решить, когда именно. И к нам приехали хорошие организаторы, тренера хорошие. И отличный вариант был перейти в профи. У меня все устраивало, я сразу же согласился. Спасибо за ответ. Коллеги, есть вопросы? А что насчет билетов? Наоборот, все оскоплено. Как можно попасть на это шоу? Насчет билетов я могу сказать, что, как вот здесь мы все говорили, что шоу состоится 19-го числа, в зале Аберлаш, 18.00. Начинается это шоу. Скажу так, что билеты еще пока чуть-чуть остались, так что желающие могут их приобретать. У нас везде по рекламе идут телефон, по которому можно звонить. Там все объяснят, куда подойти, где можно приобрести билеты. На самом деле, зал, сам зал, он для такого события небольшой. Поэтому мест там не так много, и билетов осталось тоже немного. Поэтому желающие должны быстрее уже попасть, скажем так. Я могу сказать, что такого рода шоу, еще раз повторюсь, что не было в Абхазии. Поэтому, я думаю, каждому будет интересно посмотреть это шоу. Тем более, когда будут выступать наши братья, соотечественники. Приходите все. Спасибо. Будет интересно. У меня еще раз вопрос к спортсменам нашим. Не задавайтесь. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день вы тренируетесь на родине у себя, или же есть возможность для тренировки за пределами республики? Бывает, что выезжаем на сборы к данному бою. Мы готовили здесь у нас дома, в Сухуме. Приезжал тренера, здесь находится, который нас готовил. Картейнка, Геннадий. Вот сбор подошел к концу, завтра взвешивание. После завтра уже бой вроде готовый. Хорошо. Там уже с 19-го будет видно. А ты, Игорь? Нет. Я первый раз вообще в профессиональном сборе. Сразу же мне повезло, у нас дома проводится. Я не знаю, как будет в дальнейшем, где я буду сборы свои проводить. Все будет зависеть от моего результата, как я буду дальше боксировать. А так сбор прошел отлично, уровень тоже не слабый, отличный уровень. Раз мы заговорили о будущем, мне вот хотелось бы узнать, скажите, пожалуйста, вы планируете свою жизнь в дальнейшем связать с этим видом спорта? Да, я очень люблю спорт, особенно бокс. Я тренируюсь, я делаю то, что такое, тренируюсь, больше ничем не занимаюсь. Я как-то планирую в дальнейшем стать каким-то чемпионом по каким-то версиям. Посмотрим, как у меня получится. Я не могу ничего сто процентов сказать, но я иду к этому. Все зависит от моих результатов, опять же. Если у меня все получится, то все получится. Я дополню просто Игоря, несмотря на то, что у него дебютный бой, всего 4 раунда в первый раз, но очень интересный проспект, он сам как и очень интересный проспект, такой интересный боксер. На подготовительном сборе себя показал просто с наивысшей стороны, поэтому было сразу принято решение включать его в команду и включать его именно в проведение этого турнира. Поэтому первый его 4-раундовый бой не последний, в дальнейшем и 6, и 8. И, надеюсь, действительно он дойдет до звания чемпиона мира. Абхазия будет гордиться. Ну а у Батал Чежия сейчас очень такой ответственный бой за пояс, поэтому жители Абхазии прошу поддержать своего земляка и быть на месте. Василий Сергеевич, Вы наверняка работаете и с другими странами, представителями других стран и так далее. Расскажите, пожалуйста, насколько комфортно у Вас проходит работа именно с представителями федерации по боксу Абхазии? Ну, я скажу так, что в Абхазии последний раз был, тогда мне было 8 лет, сейчас мне уже 42, математику можете посчитать, да, сколько у меня не было в Абхазии. Но сразу по приезду почувствовал какие-то комфортные, очень интересные условия, взаимодействие, менталитет людей. Ну, все способствует, чтобы здесь именно продвигать профессиональный бокс. И цель и задача же у нас, мы приехали не просто сделать какой-то маленький турнир и провести большие сборы. На самом деле сборы провели здесь очень огромные, международные, очень много людей приехало. Вот, это был как первый этап. Второй этап – это турнир, заключительный. Ну, на самом деле цель намного глобальнее, больше – это создать индустрию профессионального бокса здесь. Есть уже спортсмены, есть начало, над чем работать. Вот, именно чтобы была индустрия. Индустрия включает в себя это и подготовку, взаимодействие с вами, как с телевидением профессиональное, вот, и взаимодействие именно по организации больших, крупных турниров, чтобы мы смогли привлекать сюда спортсменов из-за рубежа. Так, чтобы у Абхазии, Абхазия как страна, уже являлась, так скажем, таким держателем индустрии профессионального бокса, чтобы у всех было понимание, что здесь проводятся большие и крупные мероприятия. Поэтому этот турнир – такое маленькое начало, но все будет достаточно организовано профессионально, красиво, независимо, как мы делаем на больших стадионах, либо это в маленьком зале. Все будет только так, все точно так же, только в уменьшенной копии. Открою маленькие секреты. По организации, значит, в Абхазию по нашему приглашению приедет Алексей Гусев, комментатор с Москвы, который будет комментировать это мероприятие. Он давно с нами работает. Приедет самый лучший катмен в России – это Дмитрий Лучников. Для зрителей непосвященных объясню, что катмен – это тот человек, который обрабатывает, тейпирует руки перед боем и выходит с боксером в ринг и несет за него ответственность, так скажем, в течение боя. Потому что бокс – это не балет, случаются синяки, гематомы, сечки. И умение грамотно человека зашить, так скажем, сечку во время боя – это очень важно. Много приедет интересных людей, которые связаны с боксом во всем мире, и с Англии, и с Казахстана, и с Литвы. Так что сейчас наша задача – создать индустрию и раскрутить саму Абхазию в этом понимании, чтобы люди приехали, посмотрели и сказали, что нам здесь нравится. Это замечательно. Перспективы этого вида спорта в Абхазии? Перспективы. Хотел сказать, что благодаря поддержке руководства и поддержке наших партнеров, сегодня мы об этом говорим с удовольствием. Поэтому очень важна, конечно, поддержка. Без поддержки очень сложно сегодня вообще что-то сделать. Но у нас она есть, слава Богу. И мы в дальнейшем будем только улучшать свои результаты, улучшать свои действия в дальнейшем, то, что касаемо профессионального бокса. Поэтому все впереди. Сегодня 19-го числа, вернее, мы покажем, что мы смогли сделать, и результат будет виден уже по ходу наших мероприятий. Но в дальнейшем, еще раз говорю, перспективы большие, потому что профессиональный бокс, это мировой профессиональный бокс, поэтому большие шансы открывает очень большие ворота. У нас уже открылись ворота, но мы идем туда, наверх. Поэтому шансы большие, перспективы большие. И мы работаем в этом направлении очень серьезно, потому что несерьезно работать в профессиональном боксе нельзя. Ну, в принципе, как и в любом деле нельзя. Так что у нас все будет хорошо. Надеюсь. Несерьезно работать нельзя. Поэтому, когда вы спросили, будете ли вы боксировать у парней дальше, то это уже их профессия. Они уже подписывают контракты, они все по-взрослому, у них все серьезно. И это в дальнейшем их профессия, настоящая. Коллеги, есть вопросы? В каких весовых категориях будете биться? И о регламенте тоже расскажите, пожалуйста, турниры в общем. Что подразумеваете под регламентом? Ну, сколько раундов каждый будет биться? Ну, значит, там есть 9 поединков. В этих 9 поединках 2 боя по 8 раундов. Это титульные, в которых примет участие Батал Тежа и Зад Ибрагимов. И девушки, у них тоже будет титульный бой. Марина Попова с Новороссийска и Ксения Радыч из Сербии. Это такая международная встреча, это 2 титульных боя. Дальше идут 6-ти раундовые поединки. Ну и, соответственно, 4-х раунды для дебютантов, которых мы хотим просмотреть, как они прошли сборы, что сейчас получится. Ну и большая надежда все-таки на Игоря Адлейба. Не хочу его сейчас, конечно, большие нагрузки на него давать в моральном плане, но большие надежды на него, чтобы этот бой у себя дома для него был таким стартом в большой бокс, на большой ринг. А представительниц Абхазии нет? К сожалению, пока нет, но мы, конечно, надеемся, что когда-то будут у нас и представительницы профессионального бокса. Сегодня это очень как бы уже, ну не то, что сегодня, уже давно раскручивается этот вид спорта у женщин. И мы надеемся, что когда-нибудь тоже на профессиональный ринг выйдут и наши. Я думаю, долго ждать не придется, поэтому посмотрим. Поэтому, потому что на сегодняшний день все, что мы делаем в такой большой команде, это все благодаря, значит, ну, во-первых, руководству нашей республики и лично президента, это нашей генеральному спонсору компании «Аквафон», также нашему официальному партнеру компании «Азид», нашему индивидуальному партнеру – это пивоваренный завод «Сухумский» и много-много других компаний, которые нас поддерживают в этом мероприятии. Мы хотим со своей стороны вырождать им огромную благодарность и надеемся на дальнейшее сотрудничество с профессиональным боксом, потому что профессиональный бокс – это не только профессиональный бокс, это вообще популяризация молодежи к спорту и к здоровому образу жизни. Вот, поэтому профессиональный бокс – это целая индустрия для того, чтобы наша молодежь, подрастающая, которая становится, скажем так, уже более на профессиональный уровень, чтобы они могли стремиться к чему-то хорошему. А сейчас у вас есть возможность еще раз пригласить наших телезрителей, жителей нашей республики на это мероприятие? Ну, 19-го числа, в 6 часов вечера у нас начинается это мероприятие наше. В ресторане «Аберлаш». В ресторане «Аберлаш», да, это кто знает, кто не знает, адрес – это Гумистинская, банкетный зал, так будем говорить. Приглашаем всех, 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 буквально всех, приходите, будет очень интересно, поддержите наших ребят, потому что у них ответственность большая, и наша ваша поддержка, и наша совместная поддержка будет для них, это просто, просто, я не знаю, шагом вперед намного. Не забывайте приходить 18-го числа, в 18.00 на, скажем так, на нашу Брехаловку, где мы планируем провести официальное взвешивание, там тоже будет очень интересно. Вот, поэтому всех вас ждем, приходите, мы будем рады всех видеть, поддержать наших ребят. Спасибо вам большое, дорогие коллеги, если нет вопросов, на этом мы завершим нашу пресс-конференцию. Спасибо большое, ребята, я вам желаю удачи, ни пуха ни пера. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok